Привет, с вами Владимир. Привет, с вами Мелия. Сегодня у нас на обзоре 5 разных производителей термосов. Мы сегодня будем проверять и тестировать термосы, как они держат тепло в помещении и на улице. Ну и расскажем отдельно о каждом, о его особенностях. Поехали! Поехали! И прежде чем мы начнем, у нас для вас отличная новость. Какая, Нелечка? У нас будет крутейший конкурс. Что за конкурс? Какие призы и что для этого нужно сделать? Внимательно смотрите наше видео до конца. Итак, друзья, у нас сегодня представлены 5 разных фирм термосов. Нелли, расскажи нам, что это за фирмы? Представлена модель Арктика, литровый объем Тайга, термос 1,8, термос Стэнли 1 литр и термос Зайрусси 820 мл. Владимир, а скажи, пожалуйста, почему мы каждый термос по две штуки у нас представлены? Потому что мы сегодня с тобой будем проводить тест. Часть термосов мы сейчас подготовим и вынесем на свежий воздух. Там оставим его на 4 часа. Почему на 4 часа? Потому что среднестатический охотник, рыбак, уходящий утром, как говорится, за добычей, примерно через такое время уже захочет перекусить. А второй ряд термосов мы с тобой подготовим и оставим в помещении. Ну и заодно как раз расскажем нашим зрителям об их особенностях и фишечках. Вот. Ты мне скажи, пожалуйста, какое нам надо подготовление сделать для того, чтобы вынести на улицу термосы? Нам нужно будет сейчас в первые 5 термосов залить кипяток. Ну, примерно где-то на 30%. Вот. Я вижу сейчас, у нас чайник нагрелся. Нужно будет сейчас налить. Да, давай, хорошо сейчас. Ниля, скажи, а зачем мы это делаем? Во-первых, все термосы, которые тут представлены, они имеют металлическую колбу. И чтобы термос держал ту заявленную температуру производителя, нужно прогреть эту колбу. То есть металлическая колба, она требует прогревания. То есть если мы ее не прогреем, то термос на 30% быстрее остынет. Ребят, ну смотрите, мы заливаем сейчас кипяток, рабочий кипяток в термосы. У нас температура колеблется от 84 до 82, потому что она все-таки, вода остывает. Вот. Сейчас мы их закрываем и выносим на свежий воздух. Перед тем, как мы выйдем на улицу, мы, остающиеся в помещении термосы, также прольем кипятком и подготовим их для рабочей жидкости. Итак, наши термосы готовы к ТЭСу. Погнали на улицу. Жух! И мы перенеслись на улицу. Оставляем термосы сейчас на 4 часа. У нас сейчас 10 часов утра. Нилечка, какая температура у нас? Ну, примерно где-то плюс 5 градусов. Вот. А сами перенесемся в студию, где будем рассказывать подробно о каждом термосе и проведем тест помещений. Пока мы были на улице, наши термосы прогрелись. Сейчас мы в наши термосы зальем кипяток и потестируем их в помещении. И пока они будут тестироваться, мы расскажем о каждом термосе, о их особенностях. Заливаем кипяток. Как видите, температура, как и в предыдущем, в предыдущих термосах у нас от 84 до 82 градусов падает, потому что не можем одной температуры иметь воду, потому что она все-таки остывает. Вот мы их подготовили, установили, оставляем их на 4 часа. Давай рассмотрим термосы, которые у нас тут представлены. Ну, пожалуй, мы начнем, наверное, с самого бюджетного термоса от компании «Арктика». У термоса есть одна основная кружка, она как и крышка, и еще один стаканчик пластиковый. А эта кружка, она тоже, да, термальная? То есть вот это покрытие внутри, оно тоже имеет какое-то пространство и сохраняет тепло, наверное, да, когда пьешь? Да, немножко как бы сохраняет, но не прям как термос, потому что... Ну, как кружка может же использоваться. Вот это, например, такая, да, это просто чашечка. Ну, это как предложить другу. Да, понятно. Также на термосе есть такая пробка, которую мы приоткроем, и у нас есть тут стрелочки, то есть показывает, где можно, с какой стороны налить водичку. То есть не нужно открывать всю пробку, приоткрыть, чтобы налить содержимое. Можно просто слегка приоткрыть, это вы почувствуете, когда будет какой-то звук такой вакуумный. И наливайте просто, с какой стороны вам удобно. Термос держит 28 часов, напиток горячим. Это когда вы вообще термос не будете открывать. Но если вы откроете, соответственно, чем больше будете открывать, чем быстрее тепло выйдет и быстрее напиток остынет. Но это заявляет производитель. Да, 28. Заявляет производитель 28 часов. Вот. Причем самый бюджетный вариант уже заявляет у нас 28 часов. Так как самая бюджетная версия, цена у нее... Полтора тысячи приблизительно. Примерно, да, полторы тысячи рублей. Следующая модель это Тайган. Данный термос выпускается только для сети магазинов мира охоты. Крышечка, которая может использоваться как стакан. Имеет внутреннее покрытие, то есть содержит, сохраняет тепло отдельно. Вот. Крышка самого термоса сделана по принципу, как бы тоже неполно открываемого, да, для разлива. Единственное, отличается от предыдущей модели. Здесь нету пометок. А тут прям ситечка есть, а для чего это? Да, это, грубо говоря, особенность данного термоса. Да, то есть, например, ну, когда ты уходишь от костра, да, то есть, или продолжаешь поход, ты можешь с помощью этого ситечка, проливая кипятком, заполнить сразу чаем, либо кофейным напитком. И, чтобы у тебя не оставалось там ничего в термосе, впоследствии, это все удалить и выкинуть. Данный термос имеет еще вот такой вот ремешочек, противоскользящее дно. Очень удобно, да, то есть, вот, даже ты сейчас заметила, да, то есть, ты этот двигаешь, он спокойно скользит, а этот прям держится. Уверенно стоит. Да, стоит очень уверенно. Данный термос в бюджете в пределах двух тысяч рублей. Производитель заявляет, что данный термос будет сохранять температуру в течение 24 часов. Следующий, это у нас фирма Стэнли, о котором я сейчас вам расскажу. Термос Стэнли на объем литр, держит 24 часа горячим напитком. У термоса есть большая кружка, удобная, тоже внутри пластик. Удобная колба, да, он очень удобный, кстати, вот сейчас я вам даже звук, если бы, вот такой звук. Этот термос, значит, открылся. И также вот стрелочки, и вот спокойно этот напиток наливаете. Также есть резиновая отставка, чтобы напиток герметичный сидел. Термос с хорошим покрытием, то есть антицарапный. Это тефлон, наверное? Нет, это антицарапный, то есть раньше они выпускали термосы с более гладкой поверхностью, сейчас они стали более такая, она не гладкая, и царапин не так сильно боится, как предыдущая модель. Также удобная ручка, она складывается. Также у термоса ударопрочный корпус, это значит, что если где-то у вас термос в лодке, там упал со сидения, или случайно уронили, то с ним сразу ничего не произойдет. Его не надо кидать с пятого этажа, да? Ну, конечно, нет. Не стоит этого делать, ударопрочность там у него все-таки ограничена, да? Это, конечно, если случайно уронили в таком случае, но а так специально бросать его, конечно. Термосы не любят, когда их бросают или бьют, вообще это противопоказано для термосов. Термос стоит приблизительно 3 800 рублей, достаточно очень хорошая цена для такого термоса с таким показателем. А я тогда расскажу сейчас про этого малыша. Фирма Зажируши. Данный термос у нас в ценовой категории порядка 5 800 рублей. Объем 0,8 литров. Ну, Нелли, я не понимаю, за что производитель просит за такой небольшой объем, такую сумму денег? Ну, смотри, я могу тебе спокойно объяснить, почему такие деньги. Во-первых, это термос хорошего качества. Это японская фирма. Тут имеется очень удобная крышка, то есть не нужно ее вообще открывать. То есть у нее тут есть красная кропка, открывайте, и тут очень маленькая отверстие. То есть потери тепла тут вообще минимально. И удобно закрыть. И даже если вы забыли закрыть, то есть вы крышку закрываете, и все, термос у вас закрыт, и ничего протекать не будет. Это во-первых. Во-вторых, у термоса есть очень хорошее покрытие, тефлоновое покрытие. Тефлон, чем хорошо? Он не впитывает в себя запахи. То есть после кофе, после чая, и налет, то есть минимально остается. Единственный маленький минус тефлонового покрытия тем, что тефлоновое покрытие очень немного прихотливое. То есть если вы вылили кипяток и моментально залете холодное, то тефлоновое покрытие начнет портиться. Это как у сковородки с тефлоновым покрытием. То есть желательно, если вы вылили горячую воду, просто оставите его охлаждаться. И потом можно холодной водой просполоснуть его и так далее. Ну, соответственно, вот такая цена. Слушай, ну у него здесь, глянь, какая прокладка какая хорошая. Не просто колечко, а уже прям такой сальник. Да, оно также снимается, можно удобно ее промыть. То есть он обслуживаемый, разбираемый, да? Да, то есть вот это вы снимаете. И производство в Японии у него? Производство, да, Япония. И также, если вы не любите привкус металла, такой термос очень хороший будет выбор. То есть если не любите вот запахи металла, вот просто бывает привкус от металлических колб, когда вы заливаете кипятком, и есть привкус. В тефлонов термосах такое нет. В общем, компактный, но при этом очень высокотехнологичный. Мы переходим к последнему термосу от компании Термос. Термос на объем 1,8. Цена термоса 7000. У термоса есть большая кружечка. Можно сказать, прям под еду почти можно ее использовать, если ты не один. Там что-то заварить, там, например, лапшу, какую-то крупу. Лена? Да. То есть получается на 3 человека спокойно. То есть, конечно, крышки, они просто обычный пластик, но почему бы и не там с друзьями. Но мне кажется, все-таки такие крышки все равно не будут особо тепло передавать в руки. Они такого более капром, да. Плотный пластик получается, качественный. Также у термоса есть удобная пробка, которая имеет стрелочки, с какой стороны можно налить напиток. Вот, наливайте спокойно. Несмотря на то, что термос внешне он как бы не маленький, но у него есть очень маленькое отверстие, из-за этого он сохраняет дольше тепло. Тут толстые стеночки между стенками, хороший вакуум. Не, а ты заметила, да, смотри, в этом две прокладки. И внизу, да, такой, смотри, какой сальник, и сверху еще закрывается. А видела, у него на интуитивном уровне, тут картинку даже нарисовали, что вот место выхода и как наливать. Представляешь, а видела вот это вот? Это для чего, как ты думаешь? Это для того, чтобы можно термос спокойно положить в лодке, в машине, чтобы она не болталась, так как термос не маленький. И лучше, чтобы он лежал, и такая форма у него. А рукоятка, смотри, какая, да? Да. То есть если брать от других, то есть он тут все равно как бы, да, остается вот так. Да, более компактнее получается у него ручка. А вторая сторона куда застегивается? Вот эта сторона вниз. А, внизу, да, то и на плечо можно повесить и спокойно, да, нести, да? Держит 48 часов. Это производителям заявлено, да? Да, производитель заявляет, что он столько держит. Как дела обстоят у данного термоса с противоударностью? Я думаю, вполне спокойно он не повредится, потому что тут у него есть вот эти специально такие толстые, как можно сказать, буйки, которые его защищают. Если он упадет, то есть весь удар упадет именно на эти части. Но если, конечно, углом где-то упадет или в середину, то да, может испортиться вакуум, и термос будет потом не держать. Поэтому нужно вообще с любимым термосом всегда быть аккуратно. Друзья, ну, мы вкратце рассказали вам о особенностях каждой модели термосов. Вот, ну что, пришло время, наверное, все-таки взглянуть на наши термосы, оставленные на улице. Ну да, все, погнали с нами. Прошло у нас чуть больше 4 часов. Давайте посмотрим, как справились наши термосы с тестом на температуру. Начнем с термоса Арктика. Давайте замерим в нем температуру. 61,7. Следующий у нас Неля подготовила термос-термос. Термос от фирмы Термос. Давай, открывай. Сейчас откроем. 75,2. Следующий термос у нас фирма Зазируси. 71,9. Четвертый термос Стэнли. Давай проверим, сколько у нас тут градусов. 71. Ну и крайний термос Тайган. 62 градуса. Друзья, все эти ролики мы снимаем для вас. И поэтому будем рады, если вы нам будете предлагать какие-то либо еще тесты, которые мы можем сделать для вас, как бы на нашем канале. Пишите в комментариях, мы все читаем, на все обращаем внимание. Все, пойдемте в помещение, посмотрим, что у нас с термосами, которые в комнате. Друзья, начнем тест у нас термосов, которые находились в помещении. Прошло у нас 4 часа, плюс-минус 10 минут. Замеряем мы термос 78,3. Следующий термос второй, термос Арктика. Интересно, сколько тут температуры, да, будет? Давай узнаем. 73,6. Термос Зашируши. 76,0. Следующий термос Тайга. 68,6. Крайний термос у нас фирма Стэнли. 79. Все результаты вы видите у себя на экране, в таблице. То есть, все объективно, насколько мы смогли сегодня это сделать. Мы это сделали для вас. Друзья, вы посмотрели наш тест на термосы. Ну, а теперь о самом главном. То, о чем мы говорили в начале нашей программы. Это конкурс. Что мы будем разыгрывать, Нелли, сегодня? Конечно же, термосы. И не один термос. Не один, и не два, а три термоса. Разыгрываем целых три термоса от бренда Тайга. Полтора литра. Можно выпить чаю самому. Угостить своих друзей. Сегодня три термоса у нас. Потому что будет три победителя. Нелли, что нам нужно сделать, чтобы выиграть термос? Ну, чтобы выиграть такой красивый термос на полтора литра, нужно подписаться на канал Мир Охоты, поставить большой лайк и написать комментарий под видео. Не обязательно, конечно. Но нам очень будет приятно, если вы этим видео поделитесь со своими друзьями, которые узнают, откуда же все-таки у вас появился термос, из которого они пьют чай. Каждому победителю индивидуально будет сделана гравировка на его термосе. Будем заканчивать наш ролик. Обязательно пишите в комментариях, какой бы тест вы хотели еще посмотреть. Ждем от вас лайков, комментариев. Подписывайтесь на наши соцсети. Будем прощаться. С вами был Владимир. И Нелли.